Добрый день уважаемые коллеги, по просьбе Надежды Олеговны сразу проверяем звук, как хорошо меня слышно. Надежда, слышите меня? Раз, два, три, раз, два, три. Да, тут вопрос был задан о устройствах, о мобильном устройстве, поэтому, ну вот, даже не знаю, что и предпринять. Вообще-то, Мирополис обычно говорит о том, что должно быть слышно на мобильных устройствах. Может быть, речь идет о входе в мобильное устройство через специальную ссылку. Честно говоря, не знаю. Ну, прошу прощения. Сейчас, наверное, могу только перенаправить вас в техподдержку Мирополиса. Прошу прощения, что так получилось. Это еще сильно зависит от вида устройства Android или IOS, насколько я помню. На IOS, по-моему, какое-то дополнительное надо поставить программное обеспечение, если не изменяет память. Коллеги, ну что ж, мы это... Я обещаю, что будет все в записи, так что вот так. Ну что ж, давайте мы с вами начнем сегодняшний вебинар. Уважаемые коллеги, я для тех, кто меня не знает, представлюсь. Меня зовут Калиников Павлович. Я руководитель учебного методического центра компании Директ Медиа и проекта Директ Академия. Несколько слов, как всегда, я вначале дал некоторые полезные ссылки по нашему проекту Директ Академия. Первая ссылка ведет на наш главный сайт, на главную страницу, где можно зарегистрироваться на все вебинары, на все вебинары. Учебного года, все, что у нас уже стоит в нашем расписании. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на Ютьюбе, и там будет запись этого вебинара. Третья ссылка ведет на наш, на страницу онлайн-курсов нашей Директ Академии. Это для тех, кто хочет поучиться онлайн. Ну и четвертая ведет на страницу выдачи сертификатов, где можно будет сразу после окончания вебинара приобрести сертификат. И еще я хотел бы сделать анонсы на будущие вебинары прямо у нас в чате. Вот так вот. Я их разделил на две части, такие небольшие. Всего четыре. Четыре анонса. Завтра и в понедельник будут следующие два вебинара Директ Академии. Напоминаю, что Директ Академия – это вебинар каждый день. В любой рабочий день у нас проходит вебинар, как правило, в 12 часов. Итак, завтра будет вебинар нашей постоянной ведущей Татьяны Телегиной. Будет он называться «Международные стили оформления библиографических ссылок, виды, сервисы, ресурсы и генераторы». И в понедельник, 17 декабря, будет тоже нашей постоянной ведущей Натальей Логачевой вебинар «Тема диссертации. Как выбрать, обосновать и писать с удовольствием». Но я хотел бы также проанонсировать два своих вебинара. Дело в том, что сегодняшний наш вебинар – это один из четырех вебинаров такого мини-трека «Тетралогия», можно даже так сказать. Первый из них вы уже посмотрели в понедельник. Ну, кто был? Можно уже посмотреть запись его. Второй сегодня проходит и называется «Готовим материалы для самостоятельной записи учебного видеоролика». Третий пройдет 18 декабря и будет называться «Внимание, мотор!» записываем учебный видеоролик сами. И последний из этого мини-цикла вебинар пройдет 21 декабря и будет называться «Приемы видеомонтажа в учебном видео» просто о сложном. Я хотел бы сразу сказать, что эти вебинары являются сокращенной и упрощенной частью тем моего курса, посвященному записи видеороликов. Они ни в коем случае не являются заменой этого курса, но позволяют получить хорошее представление о данной теме. Так что, с одной стороны, эти вебинары должны быть для вас полезны, а с другой стороны, конечно, заменой обучению они не являются. Ну вот, после такой вводной давайте начнем. В прошлый раз, в понедельник, мы с вами познакомились с видами учебного видео, видами, разделами, можно так сказать. Сегодня же мы поговорим о предварительной части к подготовке материалов для самостоятельной записи учебного видеоролика. Ну, если говорить о большом кино, то в нем этапы производства поделены на три части. Препродакшн, продакшн и постпродакшн. Вот такие сложные англоязычные термины, красивые, да? Вот, чтобы вы знали, как красиво назвать вашу работу, если кто-то вас спросит. Препродакшн – это то, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Сейчас я возьму свой любимый карандашик, начну рисовать. Вот, сегодня наш вебинар будет посвящен вот этому вопросу. Следующий вебинар, который состоится 18 числа, будет посвящен продакшн, то есть, собственно, записи, процессу записи. Ну и вебинар 21 числа будет посвящен вот этому вопросу, монтажу. Если так по времени раскидывать эти процессы, то, наверное, самый длительный процесс – это вот этот вот. Второй по продолжительности и по затратам, наверное, вот этот будет. Ну и третий, самый быстрый, но с другой стороны, самый ответственный – это вот этот вот этап. Самый ответственный в том смысле, что вы за это минимальное время должны полностью выложиться и реализовать то, что вы подготовили на вот этом вот этапе. Но сегодня я буду говорить о первом этапе и хочу сразу отметить, что этот этап, ну, в некотором смысле, он самый важный. Он определяет то, что будет на втором и третьем этапе. На этом этапе вы должны у себя в голове уложить то, что вы будете делать вот здесь. И тогда на этом этапе вам уже очень легко будет все это отмонтировать, потому что все логично, осталось только удалить длин ноты, наложить какие-то эффекты, какие-то комментарии, титры там и так далее. Потому что все уже продумано было вот на этом этапе. Вообще говоря, на этом этапе вы должны уже мыслить вот этими этапами, этим и этим. То есть понимать, как вы будете, в зависимости от того, как вы собираетесь подавать материал в продакшн, то есть при записи, и как вы собираетесь его, какие приемы вы собираетесь при редактировании, при монтаже применять для того, чтобы сделать ваше видео понятным. Я напоминаю, что мы с вами говорим об учебном виде, а не просто о каком-то видео. Так, ну что ж такое, еще одного человека нету звука. Давайте я еще раз спрошу. У большинства людей все-таки есть звук или нет? Понятно. А что такое 10? Ага, спасибо, Надежда. Да, а то я очень сильно... Все-таки у кого-то нет звука, да? А, спасибо. Спасибо, ладно. Ну, я могу только посетовать, что ту технологию, которую мы применяем, Мерополис, он не очень хорошо, к сожалению, работает с некоторыми гаджетами. Ладно, пойдемте дальше. Я, к сожалению, сегодня забыл включить в свою презентацию свою любимую цитату, поэтому не назову точно ее автора. Мерополис – это один из великих французских режиссеров середины 20 века. Когда его спрашивали, когда он должен был снимать кино, и когда еще ничего абсолютно не было готово, его иногда спрашивали, ну, что с фильмом, когда мы начнем, приступим к фильму. У него была гениальная фраза. Фильм уже готов, осталось его только снять. Это говорит о том, что в своей голове он, вот эту вот операцию, даже еще не начав, он уже продумал вот эти вот этапы. И вот это, как он будет снимать, и вот этот этап, как он будет монтировать, на какие участки, на какие сцены, на какие планы он этот фильм потом при монтаже будет разделять. Ну, большое кино – большим кино, но, тем не менее, для нас это тоже важно в том смысле, что подготовка материала – это один из самых важных этапов работы над видеороликом. Я не зря так сейчас столько времени этому уделяю, потому что на своем опыте убедился, что вот этот путь, когда давайте быстро-быстро начнем снимать, я там вот освою запись, и все будет нормально. Этот этап не плодотворный. То есть на этапе, может быть, обучения, когда вам надо освоить продукт, этот этап плодотворен, чтобы просто вы поняли, как писать. Но потом вот этот вот очень мучительный этаж, этап один, его надо пройти и надо очень аккуратно все подготовить. То есть просто понять, что, зачем вы будете объяснять и как это сделать наиболее эффективным образом. Вот. Ну, давайте перейдем к следующей части. В основном мы с вами будем говорить сегодня о скринкастах, хотя, конечно, рассуждения, в основном рассуждения более общие, просто от скринкастов проще всего отталкиваться. Как я уже говорил, если вы будете участвовать в съемках большого видео, то есть вы, например, в своем университете будете участвовать в студийных записях, скорее всего, там найдется, кому вам указать, как и что делать. То есть у вас не будет уже возможности самому все это продумать. Будут свои требования. Поэтому мы про это говорить будем мало, а говорим в основном про этап, когда вам надо самому сначала и до конца организовать все эти три этапа. Напомню, что скринкаст это запись экрана компьютера с вашими комментариями и с вашими пометками, возможно, с изображением вашей вас или, как говорят, говорящей головы. Не очень хорошее название, но так оно обычно и бывает. Вот как сейчас вы видите меня в левом верхнем углу. Ну, рассуждения во многом касаются и других видов видео, и простенькой анимации, и подобных вещей. Видеокомиксов, может быть. В основном касаются и их тоже. Да, ну это не буду здесь эту ссылку особо рекламировать. Да, у меня достаточно много ссылок, поэтому не все их из них я буду давать в чате, чтобы не отвлекать вас. Скачайте мою презентацию, и тогда все эти ссылки потом сможете посмотреть. А кое-что буду все-таки давать в чат сегодня. Сначала поговорим об оборудовании, чтобы у вас не складывалось впечатление, что если вы хотите создавать учебное видео, вам надо какое-то супер-супер оборудование. На самом деле нет. Я бы охарактеризовал то оборудование, которое вам надо, средним компьютером, чуть выше компьютера, который в среднем называется офисным. Чуть ниже, или может быть примерно такой компьютер, который нужен для разработки. Не для супер какой-то разработки, но так вот, скажем, у среднего программиста. Ну и компьютер классом пониже, чем тот, который называется игровой компьютер. То есть вот сейчас считается, что наиболее мощные компьютеры это игровые компьютеры. Если вы пойдете в любой магазин, где продают компьютеры, то вот эти три класса, они хорошо характеризуют компьютеры. Значит, первое это... Да, это можно называть домашним, немножко улучшенной версией домашнего компьютера. Вот. Итак, мои рекомендации. Еще раз хочу сказать, это не значит, что если вы решили вот прямо сейчас заняться учебным видео, то вам надо прямо сейчас пойти и обновить ваш компьютер. Просто когда пройдет естественная смена у вас поколений, вспомните про эти мои рекомендации и постарайтесь их учесть. Первое. Лучше десктоп, а не ноутбук. Я понимаю, что очень многие из нас уже привыкли к ноутбуку, но в ноутбуке, если вы хотите все-таки писать себя с веб-камерой, если вы хотите писать скринкасты, если вы хотите писать свой голос, то лучше все-таки десктоп по следующим причинам. А давайте я тут буду писать номерочки, чтобы вы понимали, о каком пункте идет речь в данном случае. У ноутбука есть одно свойство. У него клавиатура и микрофон находятся в одном корпусе, поэтому каждое нажатие на клавишу очень громко отдается в микрофоне. Это неприятно. Второе неприятное свойство заключается в том, что если вы хотите писать с видеокамеры и одновременно комментировать и записывать, что происходит на экране, то ноутбук, оптимальное положение ноутбука, у него же камера прикреплена прямо к сценарии. Хороший вопрос, сейчас дойдем. Собственно, про это я и говорил, когда говорил о том, что не только запись, но и монтаж зависит от первого этапа. Это как раз означает, что вы примерно должны раскадровку придумать. Сценарий ведь, это я отвечаю Надежде Олеговне, сценарий ведь это в основном не та речь, которую вы будете говорить, а тот образ действия, который вы будете осуществлять. То есть та раскадровка. Один экран, второй экран, третий экран, четвертый экран и так далее. Сейчас мы немножко поговорим о сценарии, хотя сценарий это очень скользкая часть и про это я тоже скажу чуть попозже. Итак, да, и второе, почему ноутбук не так хорош, это потому что если вы пишете себя с видеокамерой, то оптимальное положение для того, чтобы комментировать, чтобы видеть хорошо экран, который вы записываете и для камеры, чтобы она вас хорошо записывала, они разные. То есть под разным положением угла крышки это происходит. Это в принципе можно решить, если вы взгромоздите ваш ноутбук на какую-то коробку, выровняете по вертикали. Ну, тем не менее, десктоп немножко лучше. Не кардинально, но если есть возможность, лучше десктоп. Экранчик лучше большой. Собственно, я это сильно комментировать не буду. Ну, не скажу даже, что чем больше, тем лучше, потому что слишком большой экран, он, ну вот у меня такое не только для записи видео, а вообще такой жизненная такая установка. Вот если ты что-то проектируешь, то у тебя должен быть компьютер лучше, чем у тех людей, которые будут его смотреть. Но не очень сильно лучше, потому что если у тебя компьютер совсем супер-супер, включая экран, ты отдаляешься от своих пользователей. То есть ты как производитель какого-то контента уходишь от них, и тебе тогда очень сильно надо потом тестировать это на разных-разных устройствах. Если же у тебя немножко лучше компьютер, то в принципе ты сразу понимаешь, как это будет у людей. Так вот, вам достаточно экрана Full HD. Сейчас это, в общем-то, такое распространенное требование. Это 1920 на 1080 размер экрана. Вполне хватает для удобства записи и монтажа этого. Вот следующий пункт, который не все понимают, корпус тихий, означает это следующее. В основном шум вашего оборудования определяется двумя элементами. Это ваши жесткие диски и ваши вентиляторы вашего корпуса. Ну, это, конечно, в основном вот про это, про десктоп. Ноутбук, он... У ноутбука немножко по-другому. Ноутбук, он такой, как есть. Опять же, вот тут его... Вы вряд ли будете его выбирать по параметру тихости. Ну, новый ноутбук, как правило, тихий. Зато если ноутбук не очень тихий, у него забился вентилятор, то он может стать громким, причем внезапно громким. То есть, если шум вентиляторов десктопа, он равномерный по всему своему периоду, то ноутбук может внезапно запустить вентиляторы. Если они у вас забиты, то это будет шум, который возник внезапно в самом неприятном месте. Вот так вот. Если все-таки у вас десктоп, то два совета. Выбирайте ваши жесткие диски из разряда зеленых, так называемых. Это те жесткие диски, которые имеют немножко меньшую скорость вращения шпинделя, чем обычно. Такие жесткие диски обычно для дома выбираются. Они и звучат получше. Либо выбирайте то, что называется SDD или нечто подобное. Это вообще не связано с движением. Они дороже, правда. Но это просто долговременная память, сформированная в виде форм-фактора жесткого диска. Совсем хорошо тогда. И второе – это тихие вентиляторы. Это означает, что эти вентиляторы должны быть большие. А раз они большие, они могут быть малооборотные. То есть, если вы помните, старые компьютеры, они все страшно жужжали, потому что на них стояли вентиляторы размером 80 мм, даже 60 мм иногда. И при таком размере вентиляторы были обязаны крутиться со скоростью 2-3 тысячи оборотов в минуту. Это скорость, на которой они очень шумные. Сейчас же принято уже делать вентиляторы более большие. Примерно там 100, 120, а еще лучше 140 или 160. Особенно это касается вентилятора на вашем системном блоке, на блоке питания. С такой крыльчаткой они уже могут вполне вписываться в скорость 1000 оборотов в минуту или даже 800 оборотов в минуту. А это тихая скорость. Я думаю, что если вы сборщику скажете слово «тихий», он примерно поймет, о чем идет речь. Это не буду комментировать. На самом деле сейчас щелкающих клавиатур уже почти не осталось. Но если такая есть, то это неприятно при записи. Процессор средней мощности, который на данный момент является средней мощностью, такой и покупайте. Не надо очень сильно на нем экономить, но и не надо представлять, что если вы сейчас выберете суперпроцессор, это сразу у вас улучшит качество видеозаписи. Это скажется, знаете, на чем? Это скажется потом, на этапе постпродакшн, когда вы будете монтировать и рендерить ваше видео. Вот тогда скорость процессора может сказаться. А так она критически на запись не влияет. Ну и видеокарта. Вот общее требование такое, чтобы воспроизводилось без сбоев, воспроизводилось видео в Full HD. Вот этого вполне достаточно. И если вы покупаете системный блок среднего качества и более-менее приличную материнскую плату или системную плату, то, как правило, на ее борту уже сейчас имеется видеокарта такая, как вам потребуется. Это не пойдет для игр, то есть игроки вас осудят. Да, но для записи видео в основном этого достаточно. Есть два вида оборудования, о которых хотелось бы отдельно сказать. Это гарнитура. Да, вот. Ну хорошо, что стал лучше. Да, прекрасно. Это гарнитура. И тут не будем... Да, ну, во-первых, всегда приятно иметь вот эту часть, да, воспроизводящую и вот эту записывающую в одном месте. Некоторые не любят гарнитуру, потому что она портит изображение говорящей головы. Да, вроде бы лишние какие-то детали создает. Ну, можно тогда использовать петличный микрофон. Ну, в любом случае, хорошо, если не будет вот этой вот связи. Гарнитура, она гарантирует, что вот этой связи не будет. То есть, если у вас что-то из динамиков громкое вдруг полилось, например, вы воспроизводите чужой видеоролик и хотите, чтобы он тоже записался, то может произойти вот здесь неприятная связь, эхо и прочие дела. Если будет гарнитура, то этого не будет. И, во-вторых, гарнитура просто очень хорошо фиксирует микрофон в том месте, в котором это надо. Что касается выбора микрофона, то здесь, ну, почти единственное требование, вот на нашем с вами уровне, таком пока еще не профессиональном. Да, сейчас бы меня обругали бы звукорежиссеры, да, ну, я скажу, что достаточно вот этого требования, чтобы это была гарнитура USB, а не гарнитура аудио, которая подключается в аудиокарту, либо на вашу материнскую плату, там встроенная аудиокарта есть. Таким образом, USB это означает, что здесь вот у вас будет разъем не вот такой вот USB-шный разъем, да, условно его нарисую, плоский. Что это означает? Это означает, что преобразование в цифру будет происходить прямо вот здесь, вот прямо в самой гарнитуре, а не там, на плате. Да, вот пусть это преобразование само по себе, этот преобразователь более примитивный будет, но зато вот здесь уже идет чистый звук, с ним уже ничего не случится. Наш главный, главный враг при записи это фоновый шум. В аудиогарнитуры, те, которые идут по аудиоканалу, вот здесь, у них есть такое нехорошее свойство. Со временем их звук ухудшается, потому что ухудшаются контакты, ухудшается сам провод, перегибается где-то что-то там и так далее. Вот, USB гарнитура этого лишена. USB гарнитура может быть двух типов. Вот такая вот, проводная, и беспроводная, когда она мало того, что USB, она еще и Bluetooth. Кроме того, давайте я тут уже много начеркал, уберу. Относительно выбора микрофона. Вам для записи лучше всего подойдет направленный микрофон, то есть гарнитура с направленным микрофоном. Это означает, что все звуки, которые идут... Направленный микрофон, это значит, что диаграмма его направленности примерно такая, достаточно узкая. И все звуки, которые идут вот здесь, вот здесь, 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 отсюда, 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 они эффективно давятся. Таким образом еще и решается проблема шумов, которые вокруг вас существуют в комнате. Ну, конечно, сильно шумную комнату я вам не порекомендую, но тем не менее, вот, достаточно эффективно. Правда, при этом надо иметь в виду, что повышается, вот эта вот чувствительность повышается к этому углу. Соответственно, все шумы, которые идут от вас, хрипы в голосе, там, громкое дыхание и так далее, они повышаются. Но это гораздо меньшее зло, чем фоновый шум, вот этот вот, поэтому с этим лучше мириться. Вот, итак, гарнитура USB с направленным микрофором, это хороший выбор. Веб-камера. Лучше выбирать, тоже очень просто скажу, лучше выбирать веб-камеры известных брендов, таких как Logitech, и с разрешением, начиная от 1280 на 720. В принципе, это вполне достаточно, хотя в настоящее время можно уже за, вполне, да, я хотел бы сказать, что это все достаточно бюджетно. То есть гарнитуру USB можно выбирать где-то от 1000-1500 рублей, это будет уже больше, чем достаточно. Веб-камеру тоже можно выбирать где-то в этом диапазоне, но 1000, наверное, маловато, вот где-то от 1500 уже вполне. Сейчас за хорошие деньги можно купить уже веб-камеру с большим разрешением. Ну, смотрите сами, вот эта веб-камера у меня уже несколько лет, года три, наверное. Я ей вполне доволен. После перехода на нее с моего предыдущей старой веб-камеры, которая была куплена лет 7 назад, это было небо и земля. То есть переход был по качеству изображения существенный. Дальнейшие переходы улучшения относительно вот этого, они будут, но незначительные. Вам надо задуматься о лучшем разрешении в том случае, если вы потом собираетесь свое изображение не только держать вот здесь вот в уголочке, но и иногда расширять на весь экран. Вот в этом случае вам надо подумать о лучшей веб-камере, потому что веб-камера с таким вот разрешением, она справляется, но можно было бы и получше немножко. Вот, давайте с оборудованием закончим, потому что это... А, да, ну еще можете посмотреть в сторону веб-камер со штативом. Сейчас есть такие вот веб-камеры, они еще не совсем видеокамеры, они все еще идут по разряду веб-камер, но уже их можно поставить на штатив, и они такие немножко, видите, вот тут вот увеличенный объем оптики и так далее. Немножко получше получается. В общем, в эту сторону тоже можете посмотреть, если хотите свое изображение получше. Все, закончили с оборудованием. На нашем этапе это не так важно пока. Давайте поговорим о типовых правилах и типовых ошибках. Почему мы сейчас будем немножко говорить о презентациях, да, потому что я совсем не настаиваю, что все ваши видео должны с презентацией происходить. Да, это... Просто это оптимальный вариант с точки зрения универсальности, да. Конечно, скринкаст можно записать с любого события, видео события, которое происходит у вас на экране. А в настоящее время на компьютере можно воспроизвести там тысячи различных ситуаций, да. Однако иногда, особенно в гуманитарной области, речь идет о том, что вот, ну, откуда взять вот ту информацию, которую я хочу вам, хочу показать. И в этом случае, конечно, презентации приходят на подмогу. Вы можете сначала сформулировать, сформировать презентацию и на ее основе потом делать скринкаст. Это немножко сужает в наших возможностях, но, однако, зато это универсальный путь. Поэтому мы немного сегодня поговорим о презентациях тоже. Имейте только в виду, что когда я буду упоминать презентации, речь идет и об остальных материалах тоже, потому что примерно те же правила. Итак, надо всегда помнить, что ваша презентация является промежуточным материалом и не является документом, самостоятельным документом. Очень часто в обучении у нас, особенно в онлайн обучении, преподаватели ведут себя так, как будто презентация является самостоятельным учебным материалом. Нет, это не так. То есть, если это так, вы что-то неправильно продумали в онлайн обучении, потому что если у вас презентация самостоятельный документ, лучше сделайте хороший PDF файл, не в формате презентации, а в формате страницы, которые можно распечатать, и будет у вас нормальный тогда документ. А презентация служит для другого. Презентация служит для того, чтобы у нее было две части. Это визуальная часть и аудиальная часть. Это касается и выступления вашего на конференции или перед залом. Это же касается и вебинара. Это касается и записи учебного ролика. Только немножко разный подход к формированию этого видеоизображения. Прошу прощения. Таким образом, на презентации надо отразить тот минимум, визуальный минимум, который необходим. Это, как правило, какая-то иллюстрация. Иллюстрация может быть либо точно связанная с тем, что вы хотите сказать, точно указывающая на то, о чем вы говорите. То есть прямая иллюстрация. Либо иллюстрация может быть передающая не смысл, а настроение того, что вы хотите сейчас поведать. Это тоже очень важно. Если у вас нет подходящего прямой иллюстрации, подбирайте слайд настроения, потому что он создает настроение. Он создает атмосферу вашего кадра. И это очень важно. И может содержать некоторое количество текста, желательно поменьше. То есть некий тезис. Редко, когда надо излагать на слайде что-то подробно. Постарайтесь вести себя так. Излагайте тезис, а все остальное у вас должно быть в голове, либо записано, видеть текст вашего сценария. Когда в голове, а когда текстом, чуть потом еще немного обсудим. Итак, подготавливая презентацию или вообще материалы вашего учебного ролика, вы должны понимать, что презентация в конечном итоге станет учебным роликом, на котором будет важна как графическая часть, так и звуковое сопровождение. Поэтому всегда понимайте, какую информацию, каким каналом воздействия вы будете передавать. Что визуально, а что аудиально. Это, кстати, не всегда однозначный процесс. И можно подготовить совершенно разные видеоролики по-разному, сформулировав эту задачу. Либо перекинуть больше, сделать больше ударения на видеокомпоненту, либо сделать больше ударения на аудиокомпоненту. Зависит это также и от вашей возможности и ваших талантов в голосовом сопровождении. Если вы не очень надеетесь на ваш голос, переносите больше ударения на видеоряд. И не только на этап подготовки материалов, но и на этап монтажа, где вы потом сможете подготовить титры, либо подготовить правильные выноски, стрелочки, выползающие сбоку, поясняющие. И тогда, в принципе, можно сделать видеоролик вообще немым, либо с подкладкой, музыкальной подкладкой какой-то и так далее. В этом случае вы часть работы переносите на последний этап, на третий. Да, записи вебинара будет возможность получить. И если вы перемотаете в начало чата, там ссылка, где находятся наши видеоролики. Он появится, ну, через несколько дней появится запись. На этапе создания вы должны продумать вашу будущую аудио-часть, подготовить непосредственно прямо сейчас вашу визуальную часть, а также продумать темп смены кадров и появления различных графических объектов внутри кадра. Не забывайте, что у вас есть всегда инструменты некоторые дополнительные. Кроме смены кадров презентации или смены изображений на экране скринкаста, у вас есть всегда какая-то рисовалка вот такая. Конечно, во многом это зависит от того, как вы владеете этой рисовалкой. То есть, можете ли вы писать какие-то осмысленные тексты, либо просто что-то отмечать. Но всегда имейте в виду, что такая возможность есть. Она есть либо в том средстве записи, которое вы будете использовать, либо можете, если вы используете просто PowerPoint, не забывайте, что в нем есть встроенная рисовалка. Мы привыкли использовать просто курсор. А если нажать правой клавишей мыши, то можно нажать на меню указатели и выбрать указатель, например, указатель выделения или перо. И появится вот у вас такая, примерно такая же, как у меня, возможность ставить номерочки или делать галочки, да, какие-то вот такие вот, да, или отмечать что-то вот так вот и так далее. Не пренебрегайте этой возможностью. Я, например, этой возможностью активно пользуюсь не только при записи видеороликов, но и, как видите, когда делаю вебинары и когда очно выступаю на каких-то конференциях, обязательно пытаюсь это сделать. Почему? Ну, потому что всегда у вас есть внутри кадра какие-то еще изменения, которые, контрасты, которые можно указать. Ну, например, несколько пунктов тезисов ваших. Вот всегда полезно тот тезис, о котором вы сейчас говорите, каким-то образом подчеркивать. Один из способов – это использование вот такой вот рисовалки. Используйте анимацию вместо скрайбинга. То есть, если этот способ противоположен вот этому, вы можете использовать рисовалку, а можете использовать, если вы используете презентацию, можете использовать возможности анимации. Ну, как известно, в PowerPoint достаточно могучие возможности анимации. Речь в данном случае идет не о межкадровой анимации, а о внутрикадровой анимации. Внутрикадровая анимация – это значит, что вы можете отдельные абзацы, отдельные рисуночки рисовать отдельно и высвечивать их последовательно. Например, у вас есть несколько тезисов или даже несколько абзацев. Ну, несколько абзацев – это плохо, а вот несколько тезисов – хорошо. Вы можете поступить так, как я вам здесь говорил, выделять тезисы один за другим. Вот так вот, да. Можете поступить по-другому, просто включить анимацию и высвечивать эти тезисы по мере необходимости один за другим. Это тоже хороший путь. Можно даже в некотором смысле эмулировать рисование на доске. Вот таким вот вариантом, например, установки анимации, когда у вас побуквенно каждая следующая буква через 0,05 секунд появляется относительно предыдущей. То есть это такая как бы пишущая машинка. Хороший эффект, не надо им очень сильно увлекаться, но иногда он полезен. Вы знаете, я хотел бы вам порекомендовать вот такой вот учебный ролик. Сейчас я вам даже скину ссылку на него. Мне он очень понравился. Понравился это одна из слушательниц моего курса, которая преподает математику. Причем математику для... Одну минутку. Для студентов с плохим... Ох, господи, как это называется? Для глухонемых или с плохим слухом. Вот, посмотрите, можете даже сейчас примерно посмотреть. Я хотел бы обратить ваше внимание... Ну, вот этот ролик по Гранту сделан президентскому, поэтому была возможность его аккуратно сделать. Были ресурсы. Здесь очень подробно применяется как раз прием анимации. Сделано в основном средствами PowerPoint. Никакие сложные анимации здесь не применялись. Более сложные средства. Вот, посмотрите просто, как можно использовать средства PowerPoint для... Всего лишь средства PowerPoint для того, чтобы сделать достаточно продвинутую анимацию. Ну, вот это потом посмотрите. Есть такая ссылочка на мини-курс. Для просмотра вам хватит, наверное, минут 20. Что хорошо и что плохо в презентации. Подбор схем цветовых. Как надо и как не надо играть со шрифтами. И так далее. Ну, это общие такие положения, что хорошо и что плохо в презентации. Не буду это расшифровывать. Это достаточно... Ну, не тривиально, но много где говорится. Если у вас... Вы являетесь частью более общей задачи. То есть разрабатываете свои ролики в рамках вуза, в рамках учебного центра. То вполне возможно, что у вас есть типовые шаблоны для учебных презентаций. Если нет, то подайте эту идею тем, кто отвечает за учебный процесс. Онлайн учебный процесс. Это очень хорошее... Очень хорошо, когда есть общий шаблон для всех людей, которые занимаются производством учебного видео. Вот, в этом случае у вас половина задач снимается, потому что вы находитесь уже в жестких рамках того, что дизайнер счел хорошим. Вот, и это для вас будет лучше. Звукоряд. Как я уже сказал, используйте лучше гарнитуру, а не по отдельности. Ну, по крайней мере, на первых порах. Выглядит она вот примерно так. Ну, не буду здесь заострять внимание. Что вам надо сделать в первый раз? Купив гарнитуру, запомните, где у нее находятся регулировки в ее драйвере. Самое главное – это регулировка громкости. Как правило, в тех средствах, где вы будете писать видео, прямо в них есть регулировка громкости, и это хорошо. То есть не надо лезть прямо в драйвер и там это делать. Но на всякий случай, знайте, как и средствами операционной системы, тоже подрегулировать ваш микрофон. Поэтому всегда помните, что писать надо звук максимальный по громкости, пока он еще не является, не входит в зону насыщения. То есть пока не появляются хрипы, можно увеличивать свою громкость. Гораздо хуже, если вы запишите тихий звук, а потом его придется искусственно повышать в громкости. При этом вы поднимете и все шумы, которые рядом с этим звуком были. Это плохо. То есть один раз отрегулируйте это, потом перед записью вам почти ничего не придется делать. Потратьте один раз полчаса, чтобы потом вам было проще. Не в момент записи, который надо уже сосредоточиться на самой записи, а заранее. Вот тут вот то, о чем я всегда говорю. И, кстати, тезис был подтвержден. Недавно я смотрел совершенно замечательный ролик. Это была не видеолекция, а даже выступление директора и главного режиссера компании «Меркатор», который говорил о том, как режиссировать видеоролики. Ну, речь там шла, конечно, о видеороликах стоимостью на два порядка выше, чем то, о чем говорим мы сейчас, а то и на три порядка. Вот студия «Меркатор», дорогая студия. Но он сказал очень много важных вещей. В том числе подтвердил вот этот мой тезис о том, что озвучка должна выполняться в свободном стиле разговорной речью. То есть очень неплохо, если у вас есть хороший сценарий, вы его можете выучить и так далее. Но даже для очень дорогих роликов часто работает вот этот тезис. То есть сначала пропустите то, что вы хотите написать на ролик через себя, поймите это, вживитесь в это. То есть вы должны жить тем, о чем вы сейчас говорите. Вот когда вы выходите, например, к своей аудитории, вы, как правило, откладываете бумажки и начинаете общаться с ними. Вот общайтесь при записи. То есть говорите фразы не по-запомненному, тем более никогда не читая бумажки. То есть никакой суфлер вам не поможет. Хотите написать сначала? Напишите. Напишите либо тезисы, либо напишите весь материал. Даже можете его выучить. Но в момент, когда будете записывать, говорите не по-выученному, а говорите от себя. Это должно проходить через вас. Эти слова должны стать вашими. Поэтому особенно не заморачивайтесь на вот этом этапе. Включили камеру, начинайте говорить от себя. Вот как вы думаете, так и говорите. Не всегда может получиться гладко. Для этого есть монтаж. Лучше перепишите, если совсем плохо получается. Но говорите от себя, чтобы это было искренне. Если у вас не получается искренней речи, лучше вообще не записывайте. Перейдите на другой формат, на беззвучный скринкаст. Самое плохое, что вы можете сделать, это написать сценарий литературно-письменной речью. Вот сложный такой. А еще, не дай бог, с канцеляритами там какими-то и так далее. И потом воспроизвести это по бумаге, прочитав. Ну, даже если не прочитав, даже если выучите это, вы поймете, что это абсолютно недопустимо для видеоролика. Вот где-то на второй-третьей секунде после прочтения одного-двух предложений, ваши слушатели поймут, что вы читаете по бумажке или заучили по бумажке, и у них пропадет интерес. Скорее всего, досматриваемость вашего ролика будет печальная. Поэтому переходите на тот стиль, о котором я сказал, пропустите этот текст через себя и говорите своими словами, как будто бы вы общаетесь с человеком. То же самое было отмечено и для среды журналистов. Вот я вот такую вот статью вам предлагаю прочесть. Потом, дело в том, что журналисты онлайн-изданий, которые привыкли писать хорошие тексты, журналистские нормальные такие тексты, во многих изданиях их либо жизнь понуждают, либо прямо редакция их заставляет делать подкасты, видеоролики, потому что это продвигает само издание. И вот одно из таких изданий, оно подготовило даже специальный текст, как это делать. И вот в нем есть такой вот... Журналисты тоже очень любят писать так, да? А для роликов надо писать вот так. Обратите внимание, из одного предложения получилось четыре предложения. Предложения стали короткими, общий текст стал более длинным, но сами предложения стали короткими. Вот я сейчас попытаюсь воспроизвести первое, первый и второй вариант. Итак, письменный вариант. Спустя почти четыре месяца после того, как Трамп пообещал выделить один миллион из собственных средств на подготовку ветеранов, тут у меня закончился воздух, да, я должен вздохнуть, и тут начались всякие запятые и прочие неприятные вещи. Он, наконец, пожертвовал всю эту сумму на один единственный проект, и то под давлением прессы. Нехорошо. Как это должно звучать в видеоролике? Четыре месяца назад Трамп обещал пожертвовать ветеранам один миллион из собственных денег. Лишь вчера вечером он выполнил свое обещание. Причем Трамп отдал всю сумму всего лишь одному проекту. И сделал он это под давлением прессы. Вот совсем другой расклад. Вот несмотря на то, что этот текст заранее подготовлен, да, он больше напоминает живую, нормальную человеческую речь. Посмотрите потом вот эту ссылку. Здесь много интересного. Но и так речь про сценарий, да. Если вы все-таки хотите записать сначала, не импровизировать, а записать. Ну, сценарий в любом случае нужен, да, но сценарий может быть какой? Либо это сценарий раскадровки и сценарий тезисный, где вы просто пишете, например, 10 пунктов, которые неплохо было бы упомянуть, чтобы просто не забыть о чем-то сказать. Этот сценарий может рядом стоять на бумажке у вас, крупными буквами написанной, и вы просто эти пункты осветите потом своими словами. А может быть сценарий вот так написанный, который уже можно, в принципе, учить, да, наизусть. Либо близко к тексту. И вот такой вот сценарий для себя написать. Но надо иметь в виду, что написать такой сценарий непросто. В принципе, это особое искусство, и как научить этому искусству, я, честно говоря, вам, честно говоря, не знаю. Я посмотрел наличие различных сценарных учебников или курсов. Они все в основном учат сценаристов не для учебных роликов. Вот специальные рекомендации есть, но для учебных роликов. Но в основном они сводятся вот к демонстрации подобных вещей, не более глубоко. Просто они рекомендуют писать короткие предложения, такие рубленные, как у Хемингоя, и не более того. Мой совет все-таки это вот этот вот. Импровизируйте. Не надо делать вот это. То есть писать это не всегда получится, не у каждого из вас получится. Если получится, пробуйте. Лучше импровизировать. Даже если вы вот это напишите, лучше импровизировать. Дальше мы же пишем учебный ролик. Нам кроме гладкой речи надо еще понятно объяснить. А как? Что это такое понятно объяснить? Понятно объяснить это значит работать уже со смыслами. И тут я очень вам советую приобрести вот эту вот книжку и прочитать ее. Я сейчас несколько тезисов из этой книжки вам расскажу, но в принципе она стоит того, чтобы ее приобрести и почитать. Это Лилифевр. Искусство объясняет, как сделать так, чтобы вас понимали с полуслова. Это создатель компании, как же она называется, я к сожалению забыл, как она называется, держал голове, но забыл. Которая специально занимается объясняющими видео. Имейте ввиду вот следующие два момента. То что, да, ну вообще людям не просто понять друг друга. Они даже когда говорят друг с другом, говорят вроде об одном, они не понимают друг друга. То есть даже если вы выходите как преподаватель в зал, то если вы делаете свою лекцию, да, это, ну это не название компании, это название издательства. Я имел ввиду компанию, которую возглавляет Лилифевр. Коммонкрафт. Вот, вспомнил, как она называется. Коммонкрафт. Вот, значение объяснения в онлайне еще более возрастает, потому что вам еще труднее понять друг друга. И вы должны понимать, как это делать. Самое главное, что вам надо, это обратиться ко всей аудитории, а не только к ее продвинутой части. И поставить вопрос, зачем. То есть первая часть вашего ролика должна быть посвящена вопросу, зачем мне это надо. И только потом переходить к вопросу, как. Вот, я позволил себе взять из этой книжки вот такую вот иллюстрацию, где все люди, к которым вы обращаетесь, а вы не можете заранее предсказать, что это будут за люди. Это будет много людей. Если вы хотите для своего ролика большой аудитории, то вы, ну допустим, миллионы. Вы не будете знать, к кому вы конкретно обращаетесь, что это за люди. Так вот, всех людей можно разделить по уровню понимания, предварительного понимания проблемы. Разделить от А, самый низкий уровень понимания предварительного, до Z, это эксперт в области, которую вы собираетесь объяснить. Так вот, для тех, кто находится вот здесь, с малым уровнем предварительного понимания, надо говорить скорее о лесе, нежели об отдельных деревьях. То есть, больше говорить в общем, нежели освещать конкретные частности. И надо отвечать на вопрос зачем, а не на вопрос как. Осветив вопрос зачем, потихоньку можно переходить к вопросу, как это сделать. Вот это я вам воспроизвел, как мне кажется, самую главную выжимку из вот этой книги, которую я вам рекомендую. Да, вот здесь это показано, вот это уровень первичного понимания. Это некая точка, в которой, если вы обращаетесь только к этим людям, да, возможен и такой вариант, когда вы готовите учебный ролик, совершенно точно понимая, что вы его готовите для специалистов. Или не для специалистов, но для людей, которым зачем уже объяснять не надо. Тогда вы должны быть точно уверены, что все находятся вот здесь. Тогда можете сразу переходить к вопросам, как это сделать, и это будет нормально. Если же не знаете, к кому обращаетесь, всегда сначала предваряйте вопросом зачем. Зачем мне это надо? Зачем ему это надо знать? Да, вот примерно так. Звукоряд. Говорите правильным языком, это не противоречит о том, что я сказал, что надо говорить устным языком. Говорите устно, но правильно. То есть не говорите устно, как на площади говорят, да, или на базаре. Говорите правильным литературным языком, но устным. Мы все не дикторы, но мы стараемся все-таки, чтобы в нашей речи не было явно слышимых дефектов, акцентов, местных каких-то невнятностей и так далее. Однако это все не так важно, если у вас есть преподавательская харизма, и вы говорите от себя искренне. Если это есть, вам простят и невнятности, и акценты, и дефекты, и так далее. Но, однако же, если вы не очень уверены в себе, это значит, что вам надо переходить на скринкасты без звука. Это тоже можно сделать. Тогда вам надо перенести основной упор не на звукоряд, а на видеоряд, который надо сделать более продвинутым, более понятным. И на этапе монтажа у вас будет больше, ну, не проблем, а больше работы с оформлением этого визуального ряда. Содержимое слайда и голосовое сопровождение должны дополнять, а не повторять друг друга. Самое худшее, что вы можете себе позволить сделать, это прочитать текст с экрана. То исключение, которое я себе допустил несколько слайдов назад, прочитав два разных вида, это именно исключение, да, потому что я вам хотел продемонстрировать два разных стиля. Я сделал это сознательно. Вообще делать этого никогда не надо. Даже если вы примерно повторяете содержание того, что написали, делаете это своими словами, более расширенно и как-то, в общем, по-другому. Дело в том, что как только вы начинаете читать содержимое слайда, да, то, да, вот происходит вот такой вот эффект. Я специально эту карикатуру сохранил. Это называется PowerPoint karaoke. Когда человек выходит и начинает читать, показывает слайды один за другим, начинает с них читать. Люди просто не понимают. Они тоже умеют читать. Они читают, и в это время в другом темпе вот этот вот автор, он начинает читать тот же самый текст в другом темпе. В результате они ни его не слушают, ни воспринимают это со своего чтения. Как озвучивать ролик? Интенсивно. Старайтесь озвучивать ролик интенсивно. Вот Курсера говорит о том, что ее исследование 2015 года, о том, что каждые лишние 22 слова в минуту влияют на... Да, Виталий, да, совершенно замечательная карикатура, которую я специально взял. Раньше ее у меня не было, но как я ее увидел, я понял, что она мне нужна в презентации моей. Удержание. Есть такой параметр удержания слушателей в ролике. То есть вот вы написали ролик, на него зашло тысячи человек, а до конца досмотрело 50. Это плохо. Вот поэтому есть такой параметр удержания слушателей в ролике. Сколько минут из ваших там, допустим, 5 минут средний человек находится внутри вашего ролика. Вот так вот на удержание сказывается интенсивность говорения. Пытайтесь говорить интенсивно, если можете. То есть мало того, что от себя, и мало того, что искренне, от души, да, еще и интенсивно. Вот интенсивность повышает. Правда, вот вы видите здесь, что вот эта кривая, она не устремляется вот так вот вверх под большим углом, а все-таки достаточно маленький угол здесь, да, но все равно интенсивность влияет. Немножко спасает тот факт, что в последнее время в Ютьюбе или где-то еще, там, в Курсере той же, можно увеличить скорость говорения без изменения, скорость ролика без изменения тембра. Это очень помогает. Я, например, все вебинары, в том числе свои, всегда смотрю с увеличенной скоростью в 20, в два раза. Ну, если в два раза совсем кажется быстрым, полтора раза, точно можно. Направляю вас также на вот вебинар, который у нас был 6 ноября. Здесь уже говорилось мой хороший друг Юрий Майский, преподаватель и методист учебного центра СКБ Контур. Он говорил о том, как правильно работать с речью, с физической точки зрения, с голосом, даже не столько с речью, как с голосом. Посмотрите, пожалуйста, запись этого вебинара, это будет для вас полезным. Длина видеоролика. Наступите себе на горло и делайте ролики короткие, вот эти вот, если это учебные ролики. Вот совсем недавно в одном из предыдущих вебинаров, где я был не ведущим, а, это был вебинар про степик, один из слушателей задал вопрос, можно ли делать ролики 30-минутные. Если это учебные ролики, то нельзя. Ну, просто нельзя. Если вы их делаете для студентов, для людей, ну, вполне обычных, да, скажем так. Конечно, если вы делаете ролики для очень продвинутой аудитории, для каких-нибудь докторантов и так далее, то можете вообще на все наплевать, потому что они могут, у них высокая мотивация, они могут и ролики длинные слушать, их вообще, им можно посылать просто документы PDF, и будет достаточно, чтобы они друг друга поняли. Если же вы работаете со средней аудиторией, то вот этот хронометраж, пожалуйста, соблюдайте. Еще раз, я говорю об учебных роликах. Это не касается роликов, видеолекций или записи выступлений, когда речь идет не об обучении, а о просветительстве. То есть, когда вы не ставите целью, чтобы люди после ваших роликов что-то умели делать, а просто хотите их оповестить, то есть рассказать об интересных вещах и так далее, то хронометраж и час, и полтора – это нормально. Да, люди вас посмотрят. Другое дело, что после этого они сразу не начнут чего-то делать, да, но им что-то отложится на уровне представлений и знаний, они что-то получат. Это тоже можно. Но если вы делаете именно учебный ролик, то делайте его коротким обязательно. Название должно быть коротким, исчерпывающим, понятным. Это противоречивый, да, то есть делать его коротким, исчерпывающим очень трудно, да, но старайтесь. Три, четыре, пять слов, шесть уже там на пределе, где-то семь-восемь уже плохо. Отходите от академического стиля в названиях ваших видеороликов. Пожалуйста, академический стиль – это совсем не тем более от стиля канцелярского. Об этом вообще речи быть не может, да. Хотите хорошую жизнь для вашего видеоролика – делайте короткие названия. Потом где-то в подзаголовке можете более длительное сделать. В описании ролика там можете разъяснить. Но название, как вы его назовете, так он и поплывет, да. Вот, обратите, пожалуйста, на это внимание. Один ролик – один вопрос. Не освещайте много вопросов сразу в одном ролике. Это противоречит и вот этому, да. Но это не надо делать, даже если вы укладываетесь. Если у вас есть один короткий вопрос на две минуты, сделайте двухминутный ролик. Не надо его подключать к другому видеоролику. Логически один ролик должен отвечать на один вопрос. Ну, один вопрос в академическом смысле. То есть освещать, как это у вас есть тема, да, тема делится на вопросы. Вот в этом смысле он должен отвечать на один единственный вопрос. Даже внутри такого короткого ролика должна быть своя структура. Делите. Даже 4-7 минут выдержать непросто, если вы монотонно читаете что-то и показываете примерно одинаковые слайды. Делайте контрасты. Визуальные контрасты какие-то, да, вот такие вот. Ну, это условно, конечно, да. Аудиальные контрасты. Делайте эмоциональные вставки в свою речь какую-то там, импровизируйте, и это будет сказываться положительно на вашем ролике. Вот, то есть, да. И вот эти вещи, они тоже, да, вот рисование, они тоже создают структуру, поэтому не пренебрегайте ими. То есть структура ролика, в ролике постоянно что-то должно меняться. Либо картинка сама вся должна меняться, либо что-то должно рисоваться, либо голосом должно что-то происходить, а не только мышка двигаться, да. Вот. Вот это имейте в виду. Ну, что еще? Интерактивность, контрасты, тесты можете вставлять. Это уже, правда, не столько к производству самого ролика, сколько к дальнейшей судьбе этого ролика. Как я уже говорил в понедельник, интерактивность, вот такие вот вещи, они создаются уже не в самом ролике, а где-то в его обвязке, в его плеере или в каком-то специальном сервисе. Вот. Но если у вас будет интерактивный ролик, продумать это надо с самого начала. Тесты или квизы, да, их тоже можно, это часть интерактивности, их тоже можно вставлять. Ну, имейте в виду, что это, конечно, не те тесты, которые мы привыкли, которые что-то измеряют, а те тесты, которые побуждают к дальнейшему действию. Контрасты. Ну, можно вставлять в свой видеоролик всякие контрастные футажи, которые будут между разными... Вот немножко я противоречу себе, да. Говорил о том, что один вопрос – это один ролик, но если внутри все-таки есть какие-то два немножко разных структурных момента, то между ними можно поставить какой-нибудь коротенький футаж, который секундный или там двухсекундный, не больше, да, который будет этот переход акцентировать. Тоже можно сделать, и тоже достаточно хорошо работает. Что у нас будет на следующем вебинаре? Все, мы сегодня закончили. На следующем мы с вами поговорим о том, как мы будем записывать, и я вам расскажу о нескольких вариантах. Вот один из таких вариантов, самый простой – это сервис, который называется Screencast-O-Matic. Мы рассмотрим еще несколько, примерно с пятерку различных способов записи учебного ролика. Это уже будет инструментальный такой у нас вебинар с вами. Вот. Ну вот, собственно, так. Так, вижу вопрос. Спасибо. Особенно это создание контента. Да. Ну, в общем, мы с вами и говорим про этап создания контента. Конечно, предыдущие этапы, когда еще не определено даже то, про что мы будем вообще с вами делать курс, там, я стараюсь не освещать. Как скачать? Она у меня в разделе ресурсы. Просто нажимаете на зеленую кнопочку, рядом с именем презентации, и скачиваете. И я хотел бы вас позвать на свой вебинар. Вебинар не Директ Академии, а вебинар, который организует компания Ракурс. Сейчас я эту ссылку вам... Вебинар будет называться «Используем мобильные приложения для изготовления учебного контента». Пройдет он 19 декабря в 15 часов. И ссылочку на этот вебинар я вам сейчас... На регистрацию я вам сейчас дам одну минутку. Где-то она у меня тут притаилась. Вот эта ссылка. Я ее копирую. Сейчас вам дам... Сейчас вам дам вот здесь вот эту ссылку. Вот. Ну и, наконец, я потихонечку начинаю рекламировать свой курс, который пройдет... Начнется 5 февраля. Такой большой, традиционный, самый мой популярный курс. 12-ти темный курс. Профессиональная разработка электронного учебного контента. Вот. Кому интересно, сейчас тоже ссылку на описание курса. Предварительное описание курса. Я еще немножко над ним буду работать. Сейчас тоже скину. Посмотрите, это мой любимый курс. И я его веду каждый год. Вот так вот. Да, разрешаю с указанием на меня, как на автора. Ну, можете считать, что мои презентации распространяются под открытой лицензией. А это значит, что вы их можете открыто использовать с единственным требованием ссылаться на меня. Вот. Ну и я сейчас прямо буквально через минуту для тех, кто хочет получить... Приобрести, прошу прощения, сертификат. И сделаю такую возможность. Даже не буду выходить из вебинара, потому что это... Для меня одна минута. Я уже подготовил все. Надо только скачать свежие данные о тех, кто посетил. Ну, минутку. Так, сохраняю файл. Вы пока готовьте вопросы, если они у вас есть. Так, перехожу в другую программу. Загружаю табличку. Это я вам комментирую, чтобы вам не было скучно. Потому что правило ведения вебинара говорит о том, что больше трех секунд спикер молчать не должен. Так, вот. Выделяю и делаю операцию «Выдать». И даже еще отправляю на почту. Вот. И теперь я вам еще раз дублирую ссылку. Вот эту вот. Дублирую ее в чат. Так, какой был вопрос? Мы обычно указываем метаданные, ресурсы, авторы и ссылку. Да, достаточно. Ну, нет уж, Галина Демьян, не зря, конечно. Если есть хороший ноут, то используйте ноут. Ну, просто имейте в виду такие нюансы, что, скорее всего, если хотите писать ролик, сделайте под него хорошую подставочку с тем, чтобы у вас ваше изображение было перпендикулярно вашей веб-камере. Или чтобы веб-камера была немножко чуть-чуть сверху, но не снизу, как это обычно бывает, когда крышка открыта под 45 градусов. Ну, и старайтесь тогда не шибко много набирать на клавиатуре, чтобы не тыркало это все. А так, в принципе, нет, ничего, нормально. Тем более, что если вы еще к нему купите вот такую вот внешнюю гарнитуру, то совсем хорошо будет. Так что нет, конечно, не надо. Тем более, что новый ноут, он обычно тихий, все нормально. Ну, что ж, коллеги, есть еще вопросы? Вижу, кое-какие вопросы были, но они уже... Я постарался на них ответить. Сейчас еще смотрю. Запись, да. Про сценарий мы поговорили, как я его понимаю. Вы знаете, пока еще не все разошлись. Давайте я вам сейчас еще дам... Это займет у меня минуту, наверное. Дам ссылку на тот замечательный ролик от Меркатора, о котором я говорил. Сейчас я найду его. И вот он. Посмотрите его на досуге. Это целый час, но оно того стоит. Я думаю, вы просто получите удовлетворение от того, что его посмотрите. Ну, что ж, да, коллеги, еще раз, ну, давайте я вам еще раз, да, дам ссылки на свои будущие вебинары по этой теме, по теме видео. Вот, прямо сейчас зарегистрируйтесь, чтобы потом не откладывать. Я жду вас на следующем вебинаре 18-го числа, на своем вебинаре. А так, я вас жду каждый день в Директ Академии. Приходите на наши вебинары, будет интересно. Я вам обещаю. Всего доброго, до новых встреч в Директ Академии. До свидания.